Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 3 класс. Модуль 4. Модуль 4. Units 7 to 8. Части от 7 до 8. Come in and play. Приходи и играй. In this module you will. В этом модуле вы, Лён, выучите, read, прочитаете, and talk about и поговорите о Larry, Lulu and Betsy's toys. Об игрушках Larry, Lulu и Betsy. Things in a room. В вещах в комнате. Practice. Попрактикуйтесь. Talking about toys and possessions. Поговорите об игрушках и их обладателях. Identifying things in a room. Научитесь определять вещи в комнате. Tesco Superstore. Супермаркет Tesco, который находится в Великобритании. Sportlight on the UK. Sportlight в Великобритании. Toys for Little Betsy. Игрушки для маленькой Бетси. Listen and repeat. Послушай и повтори. Musical box. Музыкальная шкатулка. Вот она принадлежит маме. Видите? Мам. Долл. Кукла. Лулу. Элефант. Слон. Рокинг хорс. Качающаяся лошадь. Вот это всё принадлежит Лулу. Ти сет. Такой детский чайный набор. Чайник и чашечки. Это тоже принадлежит маме. Aeroplane. Самолёт. Aeroplane. Бол. Мяч. Бол. Трейн. Поезд. Трейн. Вот это всё принадлежит Лерри. Чет-чет. Разговор. Whose is this musical box? Чей – это музыкальный ящик. Или чья – это музыкальная шкатулка. Мы встречаемся с новым вопросительным местоимением. Whose. Да, написано вот так. Читать надо whose. Whose – чей, чья или чьё. И дальше мы встречаемся с правилом, которое называется притяжательный падеж существительных. Существительные в притяжательном падеже отвечают на вопрос чей. Как образуются существительные в притяжательном падеже в английском языке? Добавляется сверху апостроф и окончание s. Например, girl – апостроф. Вот эта запятушка, которая сверху стоит, называется апостроф. Girl – апостроф s. Девочкин. Mother – апостроф s. Мамин. Например, мамина платье. Mother – с дресс. Father – апостроф s. Папин или папина. Папина машина. Father's car. Вот здесь, во втором задании, как раз это и представлено. Whose is this musical box? Чья это музыкальная шкатулка? It's mom's. Она мамина. Видите, мам апостроф s. Не путать вот с этим вот, ипс, это несколько другая вещь. Вот это вот ипс, которое вы здесь видите, это сокращенное it is. Да, сложно будет различать, где притяжать не падешь, а где сокращенное is. Ну, что делать? Хотелось бы, конечно, чтобы писали полностью, но составители учебника, видимо, считают, что тут всё очень-очень просто. Listen and read. Послушайте и прочитайте. Look at our toys, нэнни. Посмотри на наши игрушки, нэнни. They're little Betsy's toys now. Они маленькой Betsy игрушки сейчас. Вот видите, Betsy апостроф s, то есть это бэтс, нэнни. А вот это вот, they are, это сокращают так они, are. То есть, видите, they are little Betsy's toys now. They're – это they are сокращенно. Маленькой, то есть they – это они. Они маленькой Betsy игрушки сейчас. То есть, это игрушки Betsyны сейчас. What's this? Что это? What's this? Это what is this? Это так опять is сократили. То есть, what is this сокращенно. What's this? It's a tea set. Это чайный набор. It's – это сокращенно. It is. Посмотри, это мой слон, а то – моя игрушечная качающаяся лошадь. That's – это тоже сократили таким образом is. Whose is this musical box? Чей это музыкальный ящик или музыкальная шкатулка? It's mom's. Он мамин. Listen, слушай. Oh, what's wrong? О, что случилось? What's – сокращенное what is. Let me see. Дайте мне посмотреть. Try again, Larry. Попробуй снова, Larry. Wow. Thank you, Nanny. Wow. Спасибо, Nanny. Задание четвертое. Read again and answer. Прочитай снова и ответь. Whose are Lulu and Larry's toys now? Чьи игрушки Lulu и Larry сейчас? Вот ответ. They are little Betsy's toys now. Они – маленькой Betsy игрушки сейчас. Следующая наша тема – неопределённый артикль «э» или «эн». Давайте ещё раз вспомним, что в английском языке, как и в русском, существуют части речи. И в английском и в русском языке есть имя существительное. Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопрос «кто что?» и обозначает предмет. В русском языке имя существительное – это главная часть речи, её самую первую проходит в школе. А в английском языке имя существительное – это несамостоятельная часть речи. Ну, не может она вот так одна стоять. Перед существительным обязательно что-то должно быть. Нельзя сказать просто «ручка», «пэн». Надо обязательно сказать «это ручка», «моя ручка», «его ручка». То есть какое-то слово надо поставить рядом со словом «ручка». Но если уж никакого слова совсем нету, ни «это», ни «та», ни «его», ни «её», то тогда ставится артикль перед существительным. Артиклей в английском языке два. Неопределённый артикль «э» или «эн» – это одно и то же. И определённый артикль «зэ». Ну, мы сегодня поговорим о неопределённом артикле «э» или «эн». Это одно и то же. И ставится этот артикль перед существительным, если нету больше никаких других слов. Например, нету «это» или нету слова «то» или нету слова «май», «его», «её». Вот если этого всего нет, тогда ставится артикль. Артикль «э» ставится, если слово начинается с согласной буквы или звука. Артикль «э» ставится, если слово начинается с согласной буквы или звука. Буквы и звуки делятся на гласные и согласные. Гласные можно петь. А, О, У, Э, И. А согласные петь нельзя. Т, Д, К, В. Вот это вот согласные. Вот, бол начинается с буквы Б. Это согласное, поэтому пишется Э. А артикль «эн» ставится, если слово начинается с гласной буквы или звука. А, Э. Эпл, яблоко. Эпл. Гласная буква. Пишем «эн». Вот нам с вами и надо поставить слова в правильном поезде тут написано. Put the words on the right train. Put. Поставьте the words. Слова в правильный поезд. Tea set. Чайный набор. Т, это согласная буква. А перед согласными пишется Э. Вот сюда поставим. Эг, яйцо. Эг. Гласная буква. Сюда поставим. Энимал, животное. Энимал, Э. Гласная буква. Сюда поставим. Пенсил, карандаш. Pencil. П, П. Согласный. Сюда. Рулер. Линейка. Рулер. Р. Согласная. Сюда. Амбрелла. Зонтик. Амбрелла. А. Гласная буква. Сюда. Рокинг хорс. Качающаяся лошадь. Р. Р. Согласная. Сюда. Оранж. Апельсин. Оранж. Гласная. О. Сюда. Ну и вот здесь как раз это вам и написали. This is a doll. Это кукла. Видите? Дол. Кукла начинается с согласной буквы. Поэтому пишется артикль Э. This is an elephant. Это слон. Элефант с гласной буквы. Поэтому пишем Н. Вот здесь во втором задании надо сделать практически то же самое. Look and say. Посмотри и скажи. Then complete. Затем заполни. This is a tea set. То есть надо сначала писать this is, а потом артикль. Либо Э, если слово начинается с согласной, либо Эн, если с гласной. Это яблоко. This is a train. Это поезд. This is a ball. Это мяч. This is a ruler. Это линейка. This is an egg. Пишем Н, потому что Эг с гласной буквы начинается с Э. This is an egg. Это яйцо. This is a pencil case. Это пенал. This is a банана. Это банан. Listen and repeat. Послушай и повтори. О. Звук. Эта буква называется О. А звука она тоже дает два. Во-первых, она дает два звука. О и У. Оу. Ну, только это по-русски ОУ. А по-английски ЭУ. Либо она дает звук О. Просто О. То есть тут короткий звук О, а тут ЭУ. О. Ро-уз. Ро-уз. КЛО-уз. Яр-бук. А д��-у-у. Хо-ум. Боб put the dog and the frog into the toy box. Copy the table and complete it. Скопируй таблицу и заполни её. Rose. А, это nose. 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 Тут буква O даёт звук O. Пишем сюда. Close. Тут буква O опять даёт звук O. Опять пишем сюда. Frog. Тут просто O. Сюда. Dog. Сюда. Open. Open. Тут O. Сюда. Hot. Сюда. Box. Сюда. Home. Home. Тут опять O. Сюда. Doll. Кукла. Тут просто O. Сюда. No. Не но, как некоторые читают, а именно что. No. Сюда. Тут звук O. No. Задание пятое. Let's play. Давайте поиграем. Whose is this? Чьё это? It's Anna's. Это Аннина. Ну, можно так же и отвечать. Whose is this? Чьё это? It's O. Ля. Олина. It's M. Миша. Апострофсы. Миша. Мишина. Или it's Коля. С. Колина. Ну и так далее. КОНЕЦ. Продолжение следует...